Я Закирова Дина Рафаиловна, педагог-психолог лицея 146 ресурс. Говорят, что психологом не становятся, а рождаются. Это правда. Я родилась 22 ноября в день психолога. Мысль стать врачевателем человеческих душ меня не покидала с 7 класса. В университете мне была интересна психология образования. С первого курса я работала волонтером психологической службе. А когда в руках у меня оказался долгожданный диплом психолога, первая мысль была, смогу ли я стать профессионалом. Для того, чтобы состояться в профессии, необходимо было пройти хорошую практику. Так появилась еще одна мысль. Это должна быть школа. Основной целью моей работы в лицея является обеспечение полноценного психического и личностного развития всех участников образовательного процесса. В своей работе я руководствуюсь профессиональным стандартам педагога-психолога и нормативными документами. Представляю свою работу в образе дерева. Дерево начинается с корней, как моя работа с диагностикой. Психологическая диагностика позволяет изучить интересы, склонности и способности детей и помогает администрации, педагогам, родителям при проблемах личностного и социального развития обучающихся. От корней образуется ствол дерева. Это коррекционно развивающая работа, где с учащимися на индивидуальных и групповых занятиях рассматриваются ситуации на правильное развитие интеллектуальной и национально-волевой сферы. Решение проблем в сфере общения, повышение уровня мотивации и многое другое. Кора-дерево. Главная функция коры – защитить внутреннюю часть ствола, так же как психологическое консультирование, которое помогает не только решать различные проблемы при становлении личности, но и защитить себя от внешних раздражителей. Ветви, которые служат опорой для листьев, цветов и плодов, олицетворяют психологическое просвещение, где ознакомление с современными исследованиями в области психологии, а также с основными условиями психического развития детей создают броню от информационного шума. С помощью листьев деревья дышат и питаются. Ту же функцию выполняет психологическая профилактика, с помощью которой выявляются условия, неблагоприятно влияющие на развитие личности ребенка. А также реализуются мероприятия по профилактике возникновения социальной дезадаптации, аддикции, дивидиации поведения. Плоды – это продукт, психологическая экспертиза, оценка комфортности и безопасности образовательной среды, где проводится психологический мониторинг и анализ эффективности использования методов и средств образовательной деятельности. Когда учащемуся и педагогу комфортно в образовательной среде, это показатель того, что плоды у дерева здоровые. Как дереву важен каждый этап роста, так и я только при успешной реализации всех направлений эффективно строю процесс психологического сопровождения всех участников образовательного процесса. Стала ли я за пять лет профессионалом в своем деле? Да, я уже проделала большую работу и многому научилась. Помогла учащимся в обретении психологического равновесия. Стараюсь непрерывно обучаться и развиваться. Провожу открытые занятия, мероприятия, семинары с учениками и педагогами. Выступаю на конференциях и делюсь опытом в высших учебных заведениях города. При моем участии в лицее создана действенная служба примирения. В перспективе реализация проекта, связанного с профориентационной работой, которая поможет ученикам в выборе будущей профессии. Сегодня я практикующий психолог, психолог в образовании, специалист ответственный, глубинномыслящий, творческий и сообразительный. Тот, кто при нескончаемых школьных проблемах всегда бодр духом и одновременно сочетает в себе умение вести и нормативную документацию, и практическую деятельность. Тот, кто всегда в курсе всех событий лицея. Я счастлива, что я педагог-психолог по призванию и могу оказаться в нужный момент полезной детям. В октябре 2022 года вышла из зоны комфорта и стала лауреатом всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2022». Также стала призером городского этапа профессионального конкурса «Учитель года». А теперь иду дальше. И поэтому говорю «Здравствуй, конкурс! Педагог-психолог-2023».